Девушке позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального банка России. Он сказал, что ей нужно поменять лицевой счет из-за мошенников. Спустя несколько минут с пострадавшей связался другой сотрудник банка. Девушка рассказала, что у нее есть вклад в размере 225 тысяч рублей. Ее попросили обналичить деньги, что пострадавшая сделала и перечислила их на так называемый резервный счет. Потом потерпевшей прислали документ, в котором говорилось, что она стала жертвой аферистов и ей надо пройти процедуру обновления лицевого счета в несколько этапов. На следующий день потерпевшей позвонил мужчина, представивший сотрудником ФСБ, сообщил, что на ее имя пытается оформить кредит. Звонивший сказал, что для предотвращения незаконной операции необходимо оформить кредит на такую же сумму 800 тысяч рублей и перевести деньги на так называемый безопасный счет. Аферист убедил девушку, что он все это время будет находиться в помещении банка и следить за сотрудниками, которые работают в паре с мошенником. После перечисления денежных средств, звонивший отправил фото девушке, которую якобы они задержали благодаря ей. Потом пострадавшая оформила еще один кредит на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей, перевела на указанные счета и тем самым исчерпала свой кредитный лимит. Помимо оформления кредитов, аферисты задали новые задания. Потерпевшая должна была следить за сотрудниками банка, смотреть, как они работают и запоминать их имена. В этот же день девушка оформила и обналичила денежные средства еще с двух кредитных карт. Деньги, как обычно, она перечислила на счета злоумышленников. Затем аферисты ей рассказали, что лицевой счет удален из системы мошеннических заявок и для полиции попросили выслать свое фото во весь рост. Девушка выполнила просьбу, ей написали, что ее пригласят в банк для смены счета. Не дождавшись звонка от сотрудников банка, пострадавшая обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Лиса Новзалова, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока.